В Хантамансийске пройдет юбилейная 25-я научно-практическая конференция «Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири». Участниками мероприятия станут сотрудники нефтяных, нефтегазоперерабатывающих, геологоразведочных и сервисных компаний, специалисты научно-исследовательских институтов. Они обсудят перспективы развития ресурсной базы Западной Сибири, лабораторные исследования керна и флюидов. Участники конференции также ознакомятся с основными изменениями законодательства о недрах, которые вступят в силу в будущем году. Организатором мероприятия выступает правительство Югры, Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа и научно-аналитический центр рационального недропользования имени Шпильмана. Более 18 тысяч уральцев вакцинировались от ковида первым компонентом. Это около 75% от числа взрослого населения. Напомню, что для формирования коллективного иммунитета в городе необходимо привить не менее 80% населения. Для коллективного иммунитета прививки должны поставить еще минимум 6 тысяч горожан. Половина из них – люди старше 60 лет. Именно старшее поколение сейчас в особой группе риска. В городе организовали два пункта – во взрослой поликлинике и в центре профосмотров. Прививочный кабинет работает и на базе комплексного центра социального обслуживания населения. До 4 месяца прививки здесь поставили около 400 человек. Каждого посетителя осматривает врач, и решение о вакцинации принимается только после обследования. В поликлинике стоял первый раз. Сейчас объявление услышал, побегущий сюда пришел. Здесь народу поменьше, чем в поликлинике. И там народу много, так что есть возможность заразиться еще. Сам хочу жить, чтобы и других не заражать. Зачем ходить рисковать, когда есть возможность вакцинироваться? Напомним, Ураев ушел в число муниципалитетов, где усилили антиковидные меры. По данным регионального управления Роспотребнадзора по Югре, на протяжении нескольких недель здесь фиксировали высокие параметры заболеваемости, превышающие среднеокружные показатели. До 5 декабря здесь, а также в Нефтьюганске, Нягоне и Кандинском районе, югорчане без прививки против коронавируса должны соблюдать режим обязательной самоизоляции. С начала года югорчане с инвалидностью получили около 3 миллионов различных средств реабилитации. На их покупку из федерального бюджета направлено 349 миллионов рублей. Жители Югры с ограниченными возможностями здоровья получили 1200 колясок, более 7,5 тысяч ортопедических протезов, 1700 слуховых аппаратов. Также югорчанам передали устройство при нарушении функций выделения, абсорбирующее белье, подгузники и другие жизненно необходимые изделия, которые прописаны в индивидуальных программах реабилитации. В Хантамансийске выберут лучшие самодельные новогодние игрушки. В окружном центре уже в пятый раз пройдет открытый городской конкурс «Елочная игрушка». Участники могут представить свои фантазии на тему «Символ года», поплатив новогоднем украшении тигра. Либо изготовить традиционную игрушку – шишку, шарик, домик или сосульку. Также можно использовать цвета и элементы логотипа новогодней столицы – снежинку и оленя – в белом, синем и голубом цветах. Еще одно обязательное условие – прочные материалы и крепления, которые смогут выдержать ветер и сильные морозы. В прошлом году участники представили на конкурс 365 оригинальных елочных украшений. Лучшие из них в качестве презента передали врачам. Всего за пять лет на конкурс поступило более 1700 игрушек.